Народное образование в провинции В нашей местности, в нашем регионе До революционного периода Ну и конечно мы рассмотрим это все На примере Епифанского уезда Вот я для начала, чтобы от все нам оттолкнуться Я поместил несколько таких вот картиночек Ну которые показывают грамотность разного периода Людей, в данном случае купцов и старгоевых Четырех поколений Вот, и как вы можете на них увидеть Вот это изменение, которое происходит В почерке, в каллиграфии Ну и в том числе и в самой грамотности Потому что если повнимательнее посмотреть Там допущены такие вот ошибочки Грамматические Вот первая полосочка Подписанная Епифанским-Градским главой Любом Ивановичем Расторгуевым Это 1816 год Год его рождения 1766 Вторая Вторая почерк Предлежит его сыну Константину Львовичу То есть в 1873 году эта запись сделана Вот и выразил 1799 То есть можно сказать, что уже каллиграфически Немножечко получше Следующий левый 1899 год Сын предыдущего Иван Константинович Расторгуев Это 1838 год рождения И наконец, два последних письма Это уже, можно сказать, люди такие вот грамотные С хорошей каллиграфией Среднее письмо было написано Константин Ивановичем Соответственно, сыном предыдущего Константин Ивановичем Расторгуевым Он был депутатом Государственной Думы Третьего и Четвертого созыва Третьего и Четвертого созыва Седьмого по семнадцатый год А последнее письмо Его брат Петр Иванович Оба учились в Епифанском уездном училище О котором мы еще сегодня обязательно будем говорить И продолжая разговор о том Кто же были образованными людьми Это, конечно же, дети Священные церковные служители Причем священники Это естественно Несмотря на то, что Они, в общем-то Они, в общем-то Духовных училищ Как таковых Не было до начала девятнадцатого века И вот это вот обучение Оно происходило на дому И вот дети священнослужителей Священников, вернее, я так назову Они учились немножечко грамотно В домашних условиях А вот дети Дичков, Пономарей Они, как Именно этот статус Дички и Пономарей Они вели записи в метрических книгах И, соответственно, детей Они тоже обучают Но можно сказать, что Священные и церковные служители Это категория тоже грамотных людей Но, в первую очередь Мы, конечно, скажем О самой большой группе Населения Российской империи Это кто? Крестьянство Ведь крестьянство составляло В Российской империи Семьдесят процентов От всего населения И вот, если говорить о крестьянстве То, конечно, это было Самое малообразованное соствование В Российской империи Можно сказать, что В начале девятнадцатого века Это были просто единицы Грамотных людей Вот из крестьянства Как я уже сказал, что Образование, в общем-то Молодого поколения Было делом частым В основном обучение шло на дому А вот коллективного обучения Как такового нету Только в царствовании Императрицы Екатерины Алексеевны II Были сделаны такие попытки Чтобы ввести Не то, что всеобщее А хотя бы начальное образование И чтобы люди Научились основам грамоты Основам науки Но по данным Только восемнадцать тысяч Человек было охвачено Обучением по всей России В тысяча восемьсот девяностом То есть из-за те Екатерины II Ничего практически не получили Что такое Восемнадцать тысяч Для многомиллионного Населения Российской империи И только в начале Девятнадцатого века Совершаются первые такие Подвижки В коллективном обучении Молодого поколения В мае 1805 года Епископ Тульский Емельевский Амбросий Вызывает Тульскую епархию Благочинных Округов всех Двенадцати уездов Тульской губернии На этом заседании Решался вопрос Об открытии Духовных училищ В Тульской губернии Решено было Открыть таковых четыре Одно в Туле В Белеве В Новосилии И четвертое В Епифане И вот когда Вернувшись после этого заседания Благочинно Епифанского округа Протеерей Никольского собора Даниил Сергеевич Орлов Приехал и сообщил О том, что в Епифане Будет открыто Это требование Епископа Тульского Будет открыто Духовное училище Для обучения детей Священных церковных Служителей Трех уездов Естественно Епифанского Благородицкого И Веневского Вот так началось Коллективное обучение Вот именно В Тульской губернии И обращаю ваше внимание Что первая подвижка Была сделана Не светскими Не светской стороной А церковной Религиозной И вот С этого момента Можно сказать Что Епифанская школа Которая до сих пор существует Ведет отсчет В своей истории То есть уже В 15-м году Исполнилось 210 лет Так сказать Епифанской школы В начальном Когда Орлов Вернулся Из Тула Первым делом Решался вопрос Искали помещение Был нанят дом Купеческий В Епифане И первоначально Значит 22-го июня По старому стилю 5-го июля По новому стилю 1805-го года В Епифане Было открыто Духовное училище Интересно Что в областном архиве Имеется Можно назвать Табель Или свидетель Об успеваемости Учащихся Духовного училища За 1806-й год Оттуда мы можем узнать Следующее Что Обучались в нем Дети От священных церковных служителей В возрасте От 8 до 16 лет Было всего Два класса В независимости От возраста Они распределялись По годам обучения Нужно Сказать Что училище Предназначалось Главным образом Лучшие ученики Они потом поступали В духовные Духовные семинарии Духовные семинарии Ну а остальные Продолжали службу На низших чинах В своих местных церквях То есть Они служили дичками Пономарями Вот эти основы грамоты Знали Несколько Знали они там Различные Триоды Диоды Ну в общем Различное Богослужение И вот что интересно Вот в этом табеле Появляются такие Вот Например В графе Указывались успехи учеников Они делились на Несколько категорий Лучшие Похвальных успехов Следующий уровень Изрядных успехов Следующий Посредственных успехов И дальше Не худших успехов То есть Вот такое Мы с вами говорим Отлично Хорошо Дали там Четыре Пять И так далее Вот На начало Обучения В списке Учащих Епифанского Духовного училища Числилось Сто пять человек Представляете Какое огромное Количество Со всех Сел окружающих Но Восемь из них Исключили В графе успехи Напротив их фамилии Было написано Продолжение Наук Безнадежа То есть Двоечник Лучшие Выпускники Как я уже сказал Поступали в Духовные семинарии Вот Но Число Обучающих Духовного училища Постоянно уменьшалось В 1811 году Насчитывалось Всего лишь Одиннадцать человек Представляете Сто пять И одиннадцать Главная причина Конечно Была Ну не было Нужного Помещения Хорошего Ну конечно Первая волна Когда прошла Все обучились А потом Здесь неохотой Отдавали Отдавали Своих детей И в общем-то Долго решался вопрос Нанимались Еще То у Одных купцов То у Других купцов Потом использовалось Здание И около собора И в конечном итоге В тридцать седьмом году В 1837 году По указу И по решению Епископа Тульского Ибелевского Дамаскина Было решено Духовное училище Из Епифани Перевести В Венев Там Помещение Пожертвовал Местный купец Калетин В тех пор Духовное училище Было переведено В Венев Но К этому времени В Епифани Действовали Еще два училища Вы видите Что В 1815 году Открылось Приходское училище А в 1935 году Еще И уездное Оно предназначалось Для обучения Одно и другое Предназначалось Для обучения Детей Разных Сословий По крайней мере Было такое Назначение Училищ Школы Вот эти Начальные Училищ Они носили Такой случайный Характер То открывались То закрывались Лучшие ученики Потом поступали В уездное училище Но в основном Все-таки Большинство учеников Составляли Дети Дворян Курцов И Мещан Конечно же В этом училище Изучались Основы письма Основы чтения Счета То есть математика Но все-таки Главным предметом Был Закон Божий Церковный Славяно-церковный Язык Вот Они Как бы Главенствовали Среди остальных Предметов В 1811 Году В России Была введена Должность Почетного Смотрителя Училищ Значит Уже По России В 1811 Может быть И раньше Действовало Училище А Епифания Только в 1935 И вот Первый Кто нам Известен В настоящее время В 1848 Году Почетным Смотрителем Училищного Совета Епифанского Уезда И соответственно Уездного Училища Был Алексей Александрович Писарев Помещик Села Орловка Забудинска Недалеко От нашего Куликова Поля Как сказать Но Значительно Отношение К народному Образованию Изменилось После Принятия Земской Реформы В 1864 Году По всей Стране Под руководством Уездных Земств Повсеместно Открывались Земские Школы В общем Они Переорганизовывались Церковно-приходские И так далее И так далее И вот Например На начало Учебного 1868-69 Годов В Епифанском Уезде Действовало 28 Начальных Школ Да Это было Немного Но это Было Начало Из них 17 Для мальчиков Мужских Одно Женское Епифаник И два Смешанных Всего Обучением Было Охвачено 1009 Детей В возрасте От 8 До 13 Лет Что составило Одну 94-ю Часть От всего Населения Епифанского Уезда Но цифры Такие Я приведу В училищах Обучалось Обучались 887 Мальчиков И 122 Девочки Сословный Состав Выглядел Следующим Образом Детей Крестьян 800 Мальчиков И 47 Девочек Видите Уже Сколько Охват Крестьянск Практически Выездом Училищ Не было Здесь Общее Количество 847 Купцов Помещан Соответственно 81 И 64 Разночинцев 4 И 8 Духовенство 2 И 3 Вот такое Было Начало Движения Такого Прогресса В народном Образовании Связанном С Реформой Земской Реформы Очень интересно Следующий Вот такой Документик В 1874 Году У нас Отменили Реформскую Систему Набора Войска Помните 25 лет Они служили И заменена Она была Всеобщей Воинской Обязанностью Согласно Которой Каждый Молодой Человек Соответственно Мужчина В возрасте 21 Года Обязан Был Служить В армии 6 лет Но Для тех Кто учился И предоставлял Да И это Очередность Очередность Устраивалась По жребию И вот Кто Учился И заканчивал Им Была Какая льгота Им Как бы Срочечку Давали А может быть Даже И Сокращали Срок Службы В армии Вот так Вот выглядел Судей Допустим Которые Дали Николаю Дубову Из Села Гранки Епифанского Универска Вот видите Там написано Имеет Право На льготу Установленную Пунктами Таким-то Усталом Бойской Повинности Отбываемой Пожребелью То есть Такие Льготы Представлялись Тем Кто Учился Хорошо Знакомая Личность Известная В нашей Туре Это Глеб Иванович Успенский Мало Но все-таки Он учительство В Епифане В Епифанском Уездном Училище С сентября 1867 По февраль 1868 Годов Ну вот Это время Проведенное В Епифане Он многое Увидел Жизнь местных Жителей Обывателей Потом Это было Отражено В его очерках Спустя Рукава И Розовер Среди Одним Из его Учеников Был Арсений Петрович Огодов О нем Мы сегодня Еще Не раз Помним Вот Он Своим детям Всегда Рассказывал С гордостью Я учился У великого Писателя Мастера Русского Лосика Греба Ивановича Успенского Вот Личность Очень Яртая По крайней мере В нашей местности Вот На территории Умного Колякова Коря Обучаясь В Епифанском Уездном Училище Он Очень Увлекся Математикой Делал Такие Математические Расчеты И операции Математические В уме Производил Математикой И как Рассказывал Его Внук Когда Умерла Их Мама То Его Братья Ксенофон Петрович И Сергей Петрович Сказали Его Уговорили Чтобы Чтобы Был С Его Стар Конкуренция Они Все Торговля Занимали Они Его Уговорили Дали Ему Довольно Таки Большую Часть Наследства В виде Двух Домов Торговой Лавки Большой Вот И Как Он Сказал Что Большое Количество Капитала Только Лишь Бо Он Отказался От Торговли От Конкуренции С ними И Он Действительно Из Купеческой Среды Как Б Вышел Он Поступил В Государственную Службу Служил Во Многих И Городской Думы И Земской Думы Уездной И Был Членом Земской Уездной Управы И Был В общем-то Произведен Награжден Несколькими Орденами Святой Анны И В общем-то Был Произведен Даже Личные Почетные Дворяне Также По всей Вероятности Точных Светий Нет Что Учеником Греба Ивановича Был И Ровесник Арсина Петровича И Четвероюродный Брат Аркадий Александрович Еще Обучаясь Эпифанскому Уездному Училища У него Обнаружился Талант К логическому Мышлению К распространенному Такому Мышлению И Он В общем-то Вошел Это личность Всероссийского Масштаба Он Один Из лучших Шашистов Дореволюционной России То есть Конца 19-го Начала 20-го Века Был Дважды Чемпионом России По Переписке И дважды Призером Всероссийских Соревнований По Игре За доской То есть Я к чему Говорю Вот эти Основы Которые Они Получали Утифанского Уездного Училища Потом Жизни Им Пригодились Вот Еще Несколько Знаменитых Людей Все Тоже Личности Всероссийского Масштаба Те Которые Когда-то Учились Утифанского Уездного Училища После Константина Ивановича Упоминания Уже Было У нас Здесь Константин Иванович Как я Уже Сказал Депутат Государственной Думы Ну И К этому Я хотел бы Довавить Что Эта Линия Ростаргуевых Имели Поместье Землевладения В деревне Ивановка Что Рядом С Куликовым Полем И Он Как и Брат Петр Иванович Входили В состав Строительного Комитета По Сооружению Храма Воемы Сергея Радонского На Красном Холме И Он Будучи Депутатом Много И Сделал Для Завершения Строительства Сергиевской Церкви И Как О нем Писали Что Описал О нем Михаил Владимирович Горицын Что Он Отдавал Все Являясь Будучи Депутатом Обивал Пороги Различных Столичных То есть Санпедиагургских Панцелярий И просил Очень много Для Епифанского Уезда Для Турцкой Рубьены То есть Вот такая Была Яркая Личность Сотрудники Нашему Музею Знают Александра Владимировича Лаврентьева Помните Такой Знаете Вот он Тоже Лекции Читает Здесь Вот он Как-то Мне Говорит Самое Удивительное Как Расторгуев Являясь Депутатом Да К тому же Октябристом Это Монархическое Направление Балатуми Дожил До Глубокой Старости На 81 Году Умер И Как бы В Круговерти Обошел Всю Круговерти Сталинских Репрессий Дожил До Такого Возраста Своего Второй Михаил Александрович Кедров Начинал Обучение Вепифанском Училище Потом Закончил Морской Корпус Артиллерийский Корпус В общем-то Стал Специалистом В морском Деле Участник Русско-японской Войны Получил Очень тяжелое Ранение Выжил Остался Жир После Всего Этого Что еще Нужно Сказать Я считаю Обязательно Валентина Пикуля Манзун Может быть Читали Слышали Это Произведение Там Один Из героев Этого Произведения Михаил Александрович Кедров Который Даже Не Заменяется Как Есть Михаил Александров Кедров Когда Произошла Революция Потом Он был Временном Временного Правительства В период Временного Правительства Он был Направлен Англией В Англию Где был Морским Консультантом Ведь Англия И Россия Входили в Антанту В Первой Мировой Войне Потом Он Вернулся После Революции И Участвовал В Белом Движении В то Время Он Находился В звании Контр-Адмирала А вот Уже Когда Он Состоял Под командованием Вице-Адмирала И Вот Я Всегда Вспоминаю В фильм Служили Два Товарища Помните И Ролан Быков И Янковский Вот И там В конце Фильма Идет Погрузка На корабль На берегу На Крымском берегу И он На коне На Абреке Скачет туда Пытается С конем туда Войти Там И так далее И так далее Вот Потом Бегает Бегает Прыгает В воду Ну такой вот Эпизод Конечно Вот Я к чему Это привожу Вот именно Выводом Русского Флота Из Крыма В Безерков Вот А потом Они там дальше Отправились В Тунис Значит Руководил Михаил Александрович Кир Вот таким Он так остался В эмиграции Вот И В общем-то Ну можно сказать Находился В составе Военно-морского Правительства Русской эмиграции В Западной Европе Николай Николай Александрович Избольский Тоже Начинал Обучение В Епифанском Уездном Училище Отец Его там Преподавал Математику Он тоже Увлекся Математикой Но Уже В возрасте Одиннадцати лет Его Отец К сожалению Рано Умер Вот Мама Его отправила В Тульскую Гимназию Где он учился Закончил Он ее С отличием Затем Поступил На физико-математический Факультет МГУ Закончил Его В общем-то Можно сказать Что он тоже Знаменитый И Не бывая С этого слова Сказав Что он Великий Математик Потому что Он является Автором Учебников По алгебре Тригонометрии Тереометрии Автор Не только Учебников Но и методических Пособий И Он читал Естественные Лекции В различных Высших Учебных Заведениях И Наконец Александр Сергеевич Парков Он Правда Не уроженец Не Епифани А всего Такой Парковской Ватвутской Где он Закончил Начальное Училище Затем Три года Уездного Училища Епифани И Также Тульская Гимназия Потом Тульская Гимназия Обещается Потом Тот же Факультет Московского Государственного Университета Но Он Пошел Стал Географом Тоже Автор Учебников Консультировал Советский Материал По Физической Географии Советской Энциклопедии Был Награжден Орденами Лидина И Трудового Красного Знамя Вот такие Личности Учились В Епифанском Уездном Училище То есть Это Естественно Даже Можно сказать Это Конец Еще 19-го Училище Было Преобразовано Реорганизовано В городское Трехклассное Училище Но Несколько Слов О самом Здании Она Находилась На Перекрестке Улиц Тульская И Красная Его Размер Вот То что Нам Фасад 13 Метров В длину Туда По улице Красной 17 Метров Значит Описывается В одном Из архивных Документов Расположение Внутри Его В комнату В общем Помещение Скажем так Значит На первом этаже Располагалась Кухня Две Классные Комнаты Для Второго И шестого Отделений И Квартира Или комната Для Семьи Учителя Инспектора На втором Этаже Было Три Классных Комнат Три Классных Комнат Для Третьего Четвертого И Пятого Отделений А также Так называемая Комната Для Учителей По Современному Учительская Значит Если Вы Внимательно Меня Слушали То Вы Наверное Заметили Что Отделений Которые Я назвал Отсутствует Номер Один То Есть Вот Это Трех Классное Учебное Заведение Оно Имело Шестилетнее Образование То Каждый Класс Стоял Из двух Отделений Первый Класс Первый Второй Отделений Второй Класс Третьей Класс Но Из-за Помещений Было Недостаточно Первого Отделения Уездного Училища Не было Как Правило Детей Брали Уездного Училища Из Близлежащих Школ Вот Этих Начальных Это Лепифанском Было Не одно Рядом Севырева Мельгунова Такие Сельские Начальные Школы Вот Потом Эти Дети Сдавали Испытали Экзамен Для того Чтобы Поступить В уездное Училище Во второй Класс Князь Михаил Вадимович Галец Личность Просто Очень Ну Знаменательная Я так Назову Вот В области Я так Думаю Как Лучше Сказать Сейчас У нас Есть Глава Администрации А у него Есть Зам Короче Зам Сейчас Начальник Отдел Но По Социальным Вопросам Знакомый Такое Слово То Что Социальный Вопрос Это Медицина Это Культура Это Конечно Же Образование Вот Он Очень Много Сделал Для Именно Социальной Знакомился Значит С Учителями Кто Работал Такие Помещения И Он Ему Принадлежит Уникальнейшее Произведение Воспоминаний Это Именно Воспоминания Его Оно Так Называется Воспоминания Михаил Владимир Голицы Где Это Примерно 500 С лишним Страниц Где Он Написывает Епифанский Уезд Примерно Две Третьи Все Все Гниги Относятся К Истории Епифанского Уезда И Очень Много Он Посвящает Этим Социальным Вопросам Первую Воспоминанию Народному Образованию И Вот Что Он Отмечает Что В конце 19 Столетия Вот Эти Земские Трехлетние Школы Трехлетние Они Были В этот Период Значит Он Говорит Об Учителях Учителя В основном Все Были Из Крестьян Или Оставных Солдат Их Зарплата Составляла 8 Рублей В Месяц Те Кто Какую-то Подготовку Курсы Там Прошел Их Ну Из Крестьян В основном Они Имели Образование Три Класса Их Уговаривали Может Быть Даже Помещики Заставляли Работать Учителями Их Зарплата Составляла 10-12 А Вот Кто Уже Имел Более-менее Такое Учительское Образование 15 Рублей В месяц Получали И Это Считалось Довольно Таким Приличной Зарплатой Вот Опять К Инициативе Голицына Были Образованы Педагогические Курсы При Городских Училищах Где В общем-то Преподаватели Были Достаточно Высокого Образования Искреннюю Заботу Наряду С Земствами Проявляли И Церковь Естественно Это Можно Я бы Так Сказал Даже Была Такая Конкуренция Между Земствами И Духоменством Местным В данном В данном Существе Епифа И вот 1884 Году Священный Синод Принимает Такой Закон О Введении Церковно Приходских Школ По всей России Вместо Приходских Они Приходские Называются Церковно Приходские Или Они же Уровень Одноклассный Были Школы Грамот Деревня И Задача Какая Строяла Чтобы Молодежь Вселить Вот Эту Христианскую Нравственность Поклонение Богу Вот И Конечно же Первое Главенствующее Положение В этом Обучении Занимал Предмет Закон Божий Остальные Предметы Вели Учителя Ну вот Я Во-первых Да Первая Церковно Приходская Школа Вемпифане Была Открыта При Соборе Правда Это Фотография Предвоенная После Революционного Предвоенная И вот Колокольня Вы видите А Влево Одноэтажное Здание Семь окон Да Вот Это Была Как раз Церковно Приходская Школа При Соборе Причем Первые Два Откна От колокольня Это еще Осталось От построек 18 века А эти Три В конце 19 Пристроили Ну Видно Что Здание Небольшое Естественно Там Учеников Было Не так Уж Много Но Там Буквально Два Два С половиной Десятки Учеников В 1900 Годом В Епифанском Уезде Действовали Сто Семьдесят Пять Школ Видите Там Называли Двадцать Когда Земская Рефлона Произошла Вот Уже Сто Семьдесят Пять Восемьдесят Из них Находились Ведения Уездного Земства Остальные Девяносто Пять Относились Духовному Ведомству Вот Одна Из них Показана Здесь Церковно Приходская Школа Всеведшая Валион Слобода Это Прям Рядом С Епифанией Практически Сейчас Предел Это Епифанией И Нужно Сказать Что В большинстве Церковно Приходских Школ Учились Как Мальчики Так И Девочки В основном Они были Смешанного Типа Но В общем Количество Мальчиков Всегда Превышало Число Девочек Обучаемых Хотя Были И Смешанные Школы И Для Мальчиков И Для Девочек Все Они Подчинялись Можно Сказать Да Все Они Получали Бесплатные Книги Учебники В Епифанском Уездном Отделении Дудского Училищного Союза Вроде бы Все больше Мальчиков Мальчиков Подвергались Состоятель Обучения Но Случилась Такая Ситуация Девочки Учились Так Называем Женском Приходском Училище В Сотографии Слева Но В 1901 Году Некий Старичок Как Главолев Пришил Который Как-то Был Связан С Епифанью И Был Близко Знаком С Тогдашним Министром Народного Образования Благолепов И Предложил Свои 10 тысяч На Организацию Епифани Учебного Заведения Для Девочек Более Высокого Равного Уровня При Условии Что Там Обязательно Будут Рукодели Домоводство И Огромничество Естественно За это Голицын Схватился Двумя Руками Ему Удалось Провести Это Предложение Во-первых В Городской Думе Вот И Не Просто Провести А вопрос Был Решен Так Что Здание Где Размещалась Городская Управа Это Картинка Справа Верхняя Она Как-то Является Продолжением Вот Видите Там Крайше Торчи С левой Стороны Это Предыдущее Здание А это Принадлежало Здание Городской Управы Управы С хорошим Садом И Огородом И Решено Было Отдать Его Под Женское Училище Она Становится Двухклассным Двухклассным Пятилетним Курсом Образования И Сведением Вот этих Дисциплин Как Огородничество Садоводство Рукоделие И Домородство Но это Был только Начало Да И Большой Роль В этом Сыграл Конечно же Попечитель Женского Училища Вот Следующая Картинка Это 1910 Год Выпуск Женского Училища Уже По Высшенного Так Сказать Статуса И Вот в центре Сидит Священник Успенской Церкви Иван Васильевич Благовещенский Справа От него Евгений Марков Соломь Его Начальница Вот Над этим Учебным Проведением А вот Двумя Виталина На шее Это Аркадий Александр Арсений Петрович Ованов Которого Мы Уже Сегодня Видели Это В сфере Обучения Организации Обучения Его Просто Неоценима Он Был Пищитель Как Мужского Как Блине Женского Так И Мужского Училища И Следующий Этап Вот Это Училище Оно Было Сначала Женским Потом Более Высокий Уровень Прогимназия Такое Название И Наконец 1912 Году Прогимназия Становится Женской Гимназией Женская Гимназия Это Учебное Заведение Которое Давало Среднеклассическое Образование И Право Без экзаменов Поступление В университет Последние Фразы Честно Вам Признаюсь Как-то Я брал В энциклопедии Как-то Не очень Село Почему Сейчас Вы поймете И Вот Структура Этого Учебного Заведения Мы Сейчас По этой Картинке Посмотрим Итак Первый Уровень Образования Был Начальный Четыре Класса То есть В возрасте Вот Зинаида Ключкова Она 1897 Года А В 1908 Году Она Сдаёт Экзамены И выступает Успешно Сдаёт Экзамены И выступает В гимназии То есть Она Уже Имела Четыре Класса Отучилась Начальное Образование И дальше Вступает В гимназию Там Она Учится Семь Классов То есть Таким В ряду Она Крайне Вправо А это Её Аттестат И вот В аттестате Перечислены Все предметы Которые Изучали Гимназисты Там Оценка Выставлена Закон Божий Русский Язык С церковно-славянским И словесностью Математика География Всеобщая И русская Естественная История История Всеобщая И русская Физика Математическая География И по Этим Вот Основным Дисциплинам Был Выведен Средний Бал 4,5 По Этому Среднему Балу Она Была Награждена Серебряной Медалью Как Выпускники Этого Чистописания Все записано Кроме Этого Были Поставлены Оценки По Чистописанию И Руходению А также По Необязательным Дисциплинам Гимназического Педагогики Гигиены Домоводству И Садоводству То есть Помните О чем мы говорили В условиях Лаголева О том Чтобы Эти предметы Были И вот Почему я Сказал Что Право Поступление В университет И Зинаида Пучкова Училась Еще Год В восьмом Классе При Гимназии И он Назывался Этот класс Педагогический Когда Она Закончила Она Получила Звание Домашней Наставницы И Право Преподавания Русской Математики Так что Поэтому Выход Восьмой Класс И Как я Сказал Поступление В университет Как-то Не согласовывается В университет Ну В общем-то Поставляю Это На Будущего Что Дизайн Как-нибудь Узнается В будущем Ну И Пару Фотографий Опять Что Касается Гимназии Вот Там Вы Видите Это Примерно Тоже Где-то Семнадцатый Год Перед Самой Революцией Выпускницы Видите Как одеты И Не Только Они Учились Как видите На Правой Нижней Фотографии Это Участники Художественной Самодельности Гимназисты А Сейчас Мы Вновь С вами Перейдем К Мужскому Училищу Несколько Таких Интересных Цифр Ну Я не буду Говорить Сколько Там Денег Пускалось На Ну Там Сумма Называлась Там 2240 Угляет Городского Общества 500 От Зенского 60 Углей Специально Учебного Заведения Итого Значит Да Тысяч Из Государственных Казней Там И так Дальше Это Все Источники Для Школы Мне Просто Больше Интересны Структура Количества Учащихся Итого Как я Уже Сказал Первого Отделения Не было В остальных Пяти Отделениях Во втором Отделении Первого Класса 44 Человека Во втором Классе В третьем Отделении 38 В четвертом Отделении 26 В третьем Классе В пятом Отделении 24 А в шестом Всего Я понимаю Так Что Наверное В шестом Классе Все Желающие В конечном Методии Пришли То есть Многие Считали Что Пяти лет Было Достаточно Пятилетнего Образования Всего В учебном Заведении Было 138 Человек Далее По Расписанию Каждый Урок Длился И 45 Минут Как сейчас А ровно Один Час Начинались Занятия В девять Часов Соответственно В десять Первый Заканчивался Пять Минут Перемены Следующий Урок Опять Час Перемена Десять Минут А между Третьим И четвертым Уроком Была Перемена Полчаса В это Время Дети Обедали Вот Такой Был Распорядок Каждый День Было По Четыре Урока Не Больше Значит Что Касается Расписание По Шестому Классу По Самому Старшему Классу Четыре Раза В неделю Ну Там Расписание В документе Архивном На каждый День Расписание Я так Перевел Посчитал Значит Занятия Четыре Раза В неделю Проводились Уроки По Русскому Языку По Геометрии По Физике И Арифметике То есть Каждый По Четыре Раза Два Раза Закону Божьего География И И Один Раз По Церковно Славянскому Музыку И Рисованию Кроме Этого Два Раза В неделю Устраивалось Общешкольное Или Общеучиличное Занятие По Гимнастике И Один Раз Пили То Такое Расписание Как я Уже Говорил Там Была Картиночка Городского Училища В 907 Году В Этом Трехклассном Училище Законоучительства Извините Учителем Инспектором Был Николай Иванович Баршин Его Зарплата Годовая Составляла 858 Это Предметы Это Заведования Все За что Его Начисляли Вот Эта Сумма Составляла То есть Можно Прикинуть Сколько Он Получал Месяц Учитель Русского Языка И Географии Василий Андреевич Юдинский Он Был Еще Председателем Секретарем Педагогического Совета На Его Зарплата Без Секретарства Составляла 738 Рублей В год Доплата Не указана В документе Самую маленькую Заплату Получал Оба Они имели Высшее Образование Московский Учительский Институт А вот Выпускник Строголовского Художественного Промышленного Училища Который Преподавал Чистописание Рисование Черчения Дмитрий Максимович Полевой Его Жалован Полом Наименьшем Четыреста Пятьдесят Рублей Ну и Сравнение Проведу Что врач В это время Родовая Зарплата Учитель В зависимости От стажа Насчитывала Минимум Девятьсот В год Максимум Двторые Тысячи А врачи Зарплата Была Довольно Такая Высокая Причем В одном из Документов Сказано Что они Требуют Еще Себе Высшей Зарплаты Потому что Минималка Была Тысячу Триста Начинающего Только Врача А что Такое Тысячу Двести Это Уже Сто Рублей В Месяц Вот Я Не буду Отвлекаться Что Сколько Стоило В То Время Но Назову Так Что Килограмм Мяса Который Мы Сейчас Называем Вырезкой Стоило Примерно Тридцать Две Копеи Вставлять На Сто Рублей Мясо Нужно Быть Так Следующий Такой Такие Цифры Я Приведу 908 Год В городском Трехклассном Мечилище Обучалось 127 Мальчиков Причем 65 Человек Из них Были Из Уезда Три Человека Дети Потомственных Дворян Личных Дворян Чиновников Шех Духоверского Один Почетные Граждане Купцов Один Мещан Цеховых 55 Казаков Один И Крестьянских Детей 60 Вот Такой Был Тоже Социальный Состав Следующий Такой Интересный Момент Обучение Училища Было Платно Три Рубля В год С одного Ученика Но Не все Платили Знаете Как Сейчас Многодетным Малый И в то Время Так же Наверное Подходили Поэтому Из 127 Человек 28 Были Освобождены От Уплаты Очень Важный Момент В том же 1908 В России Была Разработана Программа О Всеобщем Введение Всеобщего Начального Образования Епифанского Этим Занимался Конечно Князь Голицын Инспектор Народных Училищ Дмитрий Александрович Мазин Они Разработали Эту Программу И Причем Как Отмечал Голицын Мы Сегодня Так Разговорили Что Очень Важно Работать Уметь Работать С Людьми И Вот Голицын Пишет Мне Удалось Достичь Такого Понимания Со Стороны Руководителей Учебными Заведениями Духовного Ведомства Священниками Никольского Собора Благодарским И Сахаром И В Конечном Утоге Школы Церковно-приходские Были переведены Ведомства Общее Руководство Епифанскими Училищным Советом Практически Без Споров То Есть Вот Эта Конечность Как Я Вам Говорил О Антагонизме Конкретной Ситуации В общем Она Благодаря Голицыну Удалось Ее Решить И Вот Каково Было Состояние Учебное Заведение Епифанского Езда В 1910 Галю Голицын В своем Докладе Сообщал Следующее Что Ну там Прикладываются К этому Документу Статистические Такие Сведения В Епифанском Уезде Действовало 213 Начальных Школов Из них 128 Земских 10 Министерских И 75 Церковных Приходских В них Обучалось 11 156 Человек Что Составило 59,6% От всех Детей Школьного Возраста Живших У Езды 1276 Человек Что Составило 7% Было Отказано В обучении Из-за Чесноты Помещения Еще 6304 Человека Это 33,5% По разным Причинам Просто Школу Не посещали Число Обучаемых Уже По сравнению С населением Уезда Составляло Одну десятую Часть А если мы Вспомним Соотношение 40-летней Гавности И была 1,94 Видите Как Прогресс Такой В обучении Довольно-таки Быстро Значительно Улучшилось Качество Педагогического Состава Или как В то время Называли Учащих Ученики Учащиеся И учащие И те Кто учит По сравнению С предыдущими Всего В названном 1950-м Году В училищах Работали 290 Человек Все 73 Преподавателя Закона Божьего То есть Закона Учителя Имели Духовное Образование И сам Либо Священников Либо Ягна Из 82 Учителей Имеется Одно Мужчин Один Имел Высшее Образование 77 Специальную Подготовку И 4 Средние В уезде Работали 135 Учительниц То есть Женщин 85 Из них Имели Специальное Образование И подготовку 50 Средние То есть В этот Период Уже Когда Горицы Говорят О Зарплате Учителей То сельские Учителя В год Получали 250 300 Рублей В некоторых Местах В зависимости От Образования Постегало 400 Рублей Зарплаты То есть Такие Зарплаты Имели Учителя Горицы И вот В 1910 Году Я сейчас Поясню В 1874 Году У нас Было Открыто Железнодорожное Движение С И вот Станция Епифань По Причине Там Говорят Вот Какие Епифанские Пупцы Они Добили Что-то Станцию Епифань Сделали В 18 Км От Горда И так Дали Нет Там Не дал Возможность Провести Там Железнодорогу Именно Если Мы Усмотрим На Эту Карту То Примерно Так Идет Дорога Прямо Потом Раз Вот О Епифань Круг Так И Дает И Дальше Пошла Примерно Релеф Местности Там Заполоченность Не Помогла Пройти Железнодорогу Через Епифань И Ее Построили 18 Км Северной От Епифани Она Так Называлась Станция Епифань Дали Ей Название Но Это Современный Город Кимов На Базе Станции Епифань Вырос Впоследствии Город Кимов И Вот Там Был Купцом Василий Алексеевич Спаков Ну Из Всех Станционных Я их так Назову Купцов Он Был Достаточно Самосостоятельным Самым Базатым Можно Сказать Вот И Вот Он Инициатором На собственные Средства Построил В Престанции Епифань Учебное Заведение Мужское Сначала Она Была Тоже Трех Классная Классная Город Извин Четырех Классная Была Городская Так же Как И Епифань А В 1913 Году И На станции Епифань И Епифань Школы Были Преобразованы В Высшее Начальное Училище Это Как Был Следующий Этам Развитие Мужского Обучения В Нашем Регионе Вот Так Епифань Высшее Начальное Училище 1917 Год Практически Накануне Революции В центре Иван Благодатский Сидит С крестом Священник Слева От него Василий Андреевич Югинский После Баршева Он стал Начальником Этого Училища Высшее Начальное Если Там Полное Среднее Классическое Образование Гимназия То Высшее Начальное Училище Давало Неполное Среднее Образование То есть Как Современный Девятый Класс Современный Братой Так Мы Конечно Мы Должны Сказать Что Вообще Большую Помощь Педагогике В Епифанском Езде Показывал Так Называемый Музей Наглядных Пособий Его История Это Можно Сказать Предшественник Нашему Епифанскому Музею Вот Его Основание Считается 1888 Когда В посудном Шкафу Серафима Николаевна Савельевой Появились Несколько Атласов По Биологии И Зоологии Фонарь Фонарь Несколько Диапозитивами Волшебный Фонарь С Несколько Диапозитивами Подаренный Варварой Николаевной Графиней Варварой Николаевной Кухни Савельева Не хватало Вот И поэтому Варвара Николаевна Обратилась В земство В земскую Праву Ну вообще В земство А именно Голицыну Голицын Вы поняли Что это за человек Он естественно Эту идею Поддержал И сначала В библиотеке При земстве Уголок Был выделен Под музей А впоследствии Там они Немножечко У них Разногласий Произошли И для музея Выделили отдельную комнату Так Серафима Николаевна Савельева Из Самозванной Заведующей Стала Официальной На этой комнате Появилась Надпись Школьный Музей Ей назначили Оклад 13 рублей 33 копейки Как я уже сказал Большую роль В организации Музея Сыграла Варвара Николаевна Боунинская Графиня Имение Которое Было Рядом В селе Бутылки Недалеко От Епифарии Вот Конечно же Вот этот Музей Постоянно Расширялся Там Учителя Привозили Туда Делали наглядные Пособия На уроках Труда Делали Витрины Специально Лепили Лепили Грибы В общем Вот такие Действия Какие-то Планы Какие-то Наборы Бабочек Собирали Вот это И Если допустим Сделали в одной школе Привезли И они Попользовались И потом Вот эти все Экспонаты Музейные Из Епифанского Писал Уезд Получил Действительно Просветительский Центр Кроме Картин Для фонаря Наглядных Пособий Музей Сосредоточился Подбор Школьных Библиотек Которыми Мы раньше Занимались Женой Возникли Подвижные Библиотеки Из его Женетов Со временем Возникали И учительские Курсы И съезды И вот Мы Следующую Партину Вот Это Как раз Курсы Учителей Эпифанского Уезда Ну Честно говоря Это Подписал Курсы Учителей Возможно Это И съезд Сама Фотография Не подписана Вот Со Шляпой В руках Видите Да Справа Раду Три Четыре Пятый Шестой Справа Это Князь Галинцы А вот Зонтом В руке Такой Фирменной Фуражки Это Дмитрий Александрович Мазин Инспектор Народных Училоч Личность Очень Яркая В истории Педагогики Ну Наверное Не только И Туфанского Уезда Но и Вообще Туэльской Губернии И что же Происходит Вот эти Курсы Были Настолько Высоко Организованными Что Ну Люди На этих Курсах Получали Достаточно Высокое Образование Достаточно Высокую Подготовку Переподготовку Можно Сказать Вот Что Что Позволило В 1914 Граду Епифамию Открыть Педагогическое Учительское Семинарию Таковых В это Время Было В Тульской Области Учебных Заведений Выподготовки Учителей Всего Лишь Три Это Учительский Институт В Туле Учительское Семинарие Опять же В Туле И Учительское Семинарие Епифамия Впоследствии Эта Учительское Семинарие Стало Советский Педагогический Был Техникум Потом Педучилище Но К сожалению В 1979 Году По разным Причинам Его Закрыли И Перевели Его В Чирник Теперь У нас Туле Есть Педучилище И В Чирник Ну и Последнее Значит Последний Учебный Год Предреволюционный 1916 17 Епифаний Руководил Всем Конечно Народственным Образованием Епифанский Уездный Училищный Совет Приседатель Я так Просто Назову Приседатель Приседатель В нем Предводитель Епифанского Уездного Дворянства Старский Советник Слепцов В состав Его входили Конечно же Инспектора Народных Училищ Мазин Михайлов Я Просто Называю Людей Почему По должностям Которые Были Связаны С Народным Образованием Уездный Исправник Титулярный Совет То есть Это Главный Полицай В Епифанском Уезде Лукав Львович Родзинский Председатель Увездного Земского Управа Калейский Секретарь Петр Гаврилович Бычков Все Земские Начальники Всего было 5 Весь Епифанский Уезд На 5 Частей Разбитого В каждом Был Земский Начальник Дворянин Сергей Владимирович Глебов Гластная Городской Думы Калейский Секретарь Вячеслав Петрович Шостаковский Протерея Никольского Собора Иван Васильевич Белгогадский Купец Сергей Михайлович Расторгуев И врач Мария Федерна Шостаковская То есть Это все Котивории Которые Входили В училищный Совет Церковно-приходских Школ Они Естественно Подчинялись Уездному Училищному Совету Но Над ними Еще Стояло Дельник Епифиального Училищного Совета Центр В Туле А это Соответственно Ведесанскому В названном Году В Епифаде Действовали Пять Учебных Заведений Пять Ведущее место Конечно Было Отведено И занимало Женская Гимназия Во главе Донсер Начальницы Гимназии Занимала Евгения Маркова Я там Ее Показываю Для Обучения Мальчиков Действовало Высшеначальное Училище Его Смотрителем Был Михаил Владимирович Галийцем Учителем Инспектором Василием Андреевич Юлинским Кроме этого Было Мужское Веженское Городское Училище Попечителем Которых Был Арсений Петрович Овадов И Наконец Церковная Присовская Школа При Сарбове И вот Такое Я заключил Нашел Можно Сказать Так В Российской Империи Шел Процесс Введение Вот Этой Самой Программы Всеобщего Начального Образования И Надо Сказать Что Он Шел Успешно И Если Сравнивать Последняя Перепись Населения В России Была В 1897 Годом И Если Сравнивать Показатели 1917 Года Передреволюцией С 1897 Годом То Число Учебных Заведений Число Обучающихся Увеличилось Более Чем В Два Раз Вот Интересно Здесь Какой Момент Я Вычитал В Своих Отчетах Большевики Да Позже Вот Эти Достижения В Своих Отчетах Большевики Приписали К Себе В Своих Своих Достижениях Они Сравнивали Результаты Полученные От Литбеза Не С 1917 Годом А С 1897 7 Вот У меня Все Если Есть Вопрос Пожалуйста А Вы Подскажите Что За Интересно Вы знаете, ведь была еще и физическая география, вот физическая мы ее как бы изучали в школе, и физическая это все-таки, это горы, плоскогория, реки и так далее. А математическое я понимаю так, что это ширина и глибинария, вот я так честно говоря, высота гор, конечно, вот эти вот моменты, да, все, что связано с цифрами, по всей вероятности. Еще такую добавочку я сделаю, значит, вот мы говорим об образовании, да, вот хороший мой приятель, он как-то говорил, знаете, когда я учился в школе, по физике мне помогал решать задачи дедушка, а у дедушки образование было церковно-приходская школа, то есть максимум 4 класса, но он помогал решать задачи по физике. То есть, ну, может быть, они в церковно-приходской основе немножечко физики изучали там как-то, но настолько все-таки, конечно, не везде, все же, что нас окружает, это все относительно, правильно? Вот, ему говорят, вот человек хороший, а плохой. Да не, ребята, для меня он хороший, а для вас плохой, правда? Также и в школах, видимо, не везде одинаково обучали. Вот, еще вот про Мазинга я скажу очень интересный момент, который, ну, просто, можно, конечно, говорить очень долго, и как бы много примеров привести. Вот, Дмитрий Александрович Мазинга, это была уникальная личность, он был, я называю, бабой, почему? Мы в семье Дема, он был полностью посвящен школе. Вот, он был одним из организаторов как раз эпифанской учительской семинарии, потом педучилища и так далее, и так далее. Когда он был инспектором, вы знаете, как он проводил инспекции? Да, он был инспектором, он же был еще и бухгалтером. То есть, он приезжал, получал жалобу на всю свою часть, южную часть эпифанского уезда. В течение трех-четырех дней он объезжал всех учителей. Что интересно мне рассказывать, что в ведомстве никто не рассказывал, он приезжал и говорил, Анна Михайловна, вот ваши 23 рубля за месяц, приехал дальше, ваши там 38 рублей там, и так далее, и так далее, никто там их не расписывался. Одновременно он проводил инспектирование и учил. Вот, он приезжал и говорил, Мария Ивановна, ой, здравствуйте, там туда-сюда, все, я хотел посмотреть, как вы ведете уроки, Чему вы научили детей? Она, ой, вы садитесь, я сейчас труднее ее, Мария Ивановна, вы садитесь на последний стол. И он сам проводил урок. Он и тем самым выяснял уровень подготовки детей, а из этого он уже делал вывод, как Мария Ивановна их научила. И он, соответственно, делал ей, отмечал там ее недостатки, преимущества, то есть учил ее, ну, любое инспектировал. Такие вот лица работы.